Что в первом четвертьфинале очередной приятный сюрприз преподнёс украинский теннисист Илья Марченко. Он сегодня одолел Жерри Мишарди 6-3-7-6, а затем Рафаэль Надаль, второй, посеянный на этом турнире, взял верх над нашим теннисистом, над россиянином Андреем Кузнецовым 6-3-5-7-6-4. Ну, три сета против Экс-1, пусть ракетки мира, но Андрей достойно держался, 2 часа 7 минут, 8 эйсов сделал Андрей против 4-х у Надаля, но, правда, у него и двойных ошибок вдвое больше, чем у испанца. Итак, непростой первый розыгрыш сейчас сыграли игроки матчей, но всё равно игрок играет, а не тренер. Ну, естественно, воплощает в жизнь. А вот и 0-40. Удивительно пока. Майер здесь сеялся восьмым. Ну, он и теоретически, и получилось, практически вышел, как положено по расстановке на первого сеянного. Так что, наверняка, тренера следили за этим аргентинским теннисистом. Вильямс, на всякий случай, игрок десятки. Она вернулась в десятку по итогам прошлого года. Вот, и такие победы, они не только вдохновляют и окреляют, они ещё придают уверенности, значимости. То есть, ты можешь играть с ними на равных. Это такие же люди со своими проблемами, сложностями. И да, у них высококлассный теннис, а почему бы и не замахнуться на этот? Вот, вот, мальчишки мне никак не удаётся захватило. В третьем сете 7-5 рубился. Ну, сет-то взял, он 3-5 проигрывал, 4-5 проигрывал, два сетбола отыграл. Молодец, молодец. Поэтому, вот, мне кажется, такие победы, они должны как-то на дальнейшую судьбу... Потихонечку всё встало на свои места, как оно и должно было быть, всё-таки класс есть. Класс он, что делает со второго мяча-то, а? Как далеко отправил соперника за пределы корта. Эффектный удар сейчас справа так отмахнулся, можно сказать, от мяча. Ну, вот, будет повтор, посмотрите, как вовремя поймал, что ли, Джокович. Я понимаю, что сейчас, конечно, Новуку не хочется гоняться за всеми мячами, раскрываться, это... Фантастика. Это уже где-то вот такой момент, он характерен, скажем, для, ну, полуфинала турнира «Большого шлема». Вот такой приём. Ну, это больше, знаете, похоже на такой нейнс. И 5-3, имея подачу соперника ровно. Вторую подачу, да. Берёт всё-таки, как и предполагалось, Анджей Вайда на ваших экранах берёт. И вот последний, сеянный, 8-й мая, 35-й, то есть весь состав из первой полусотни и четыре из десятки. Очень приличный состав участников. Здесь, кстати, был заявлен ещё и Ришар Гаске. Ну, Ришара преследует последний вот декабрь. Для него настолько неприятный. Во-первых, он был на том самом матче, где вот террористическая атака была. Футбол. На стадо де Франс. Потом у него украли машину. Как касается, в Париже... Не разворачивает плечи настолько, насколько нужно. И ногами не дорабатывает. Поэтому ошибки происходят. Здорово. Здорово. Ой, молодец. Хорошо, очень розыгрыш. И причём это было на геймболе, вроде бы, да. 15, 40-15, ровно. Чуть не проиграл гейм на своей подаче. Комбинация, это ещё и выигрышная для Джоковича. У меня тут корыстные цели. Вот подобным образом, вот разыграв такую комбинацию, должен разослить соперника Майор Джокович. Ну, если... А у него, конечно, есть амбиции, есть самолёбие. Ну, что ж такое. Его вот так вот разложил прям. Посмотрим. На 53-й минуте матча. Нормально. Вот сейчас огонь. Вот так красиво закончил. Спорт в своё время. И развивают. Начали развивать, развивают сейчас. Очень быстро всё. У них же были азиатские игры. По-моему, чемпионат мира по кальболу проходил недавно здесь. Там всё время какие-то чемпионаты мира проходят. И по настольному теннису, и по фехтованию, и по всем другим видам спорта. Только не по зимним. Ещё не построили такого большого стадиона. Где-то около двух миллионов населения Катара, и практически половина из населения живёт здесь. И очень много иностранцев. 50 и 50. Молодец, держись, держись, Майер, держись. Мне казалось, вот этим диагональным ударом он сейчас такую ситуацию себе перспективную организовал. Но сейчас больше, по-моему, для себя принципиальный розыгрыш выиграл Джокович. Доказал. Здесь он уже побегал. Он уже не просто пропускал мячи. Не может выиграть. Даже из самых сложных ситуаций. Подачу на вылет больше. Это зря. Это зря. Ну, вот, ну, вот, ну, совершенно не похоже на Джоковича. Больше у соперника. Майер стоял в середине. С его возможностями он уже неоднократно доставал укороченные мячи. Их мало было, но доставал. Нужно было ещё один мяч сыграть. Ещё заставить соперника подвигаться. Чуть-чуть подержать ещё. Ну, это получил. Вот, пожалуйста, 15-42. А у нас наоборот. У нас наоборот, скорее, куда-нибудь за рейтингом европейским полетели, ноги в руки, да ещё друг за другом смотрят. Особенно родители. Каждому свой подход. Ну, мне вообще Лариса Дмитриевна Преображенская рассказывала в своё время, что где-то она видела протоколы, они много у себя там внутренних турниров играли в Америке. То есть, в детском возрасте их абсолютно не видно было. Я согласен. Никто не знал, да. Нигде, на пересты. Помогла сейчас сетка Леонардо Майера. Такое ощущение, что Джокович хочет, он выиграть, вот, не отпускать соперника до счёта 3-5 в пользу аргентинца. Потому что это... Ставить как бы точку удара. Когда не видно, куда ты сыграешь. Майер, Майер, Майер. Ну, мягчит игру, совсем смягчил. Уже резанные пошли слева, а? Да, думаю, что надеяться сейчас на ошибку со стороны Джоковича, конечно, можно, но не столько. Такой вариант игры, который сейчас Майер предлагает. Совсем не его игра. Конечно, это на руку Джоковичу. Вот что делает психика в теннисе, а? Хороший приём у Джоковича. Я думаю, что это перспективный приём. Ему надо просто подержать мяч. Просто подержать мяч. Да. Спасибо, Джокович. Тяжёлый, прямо скажем, в 6-3-7-5 тяжёлый матч у Джоковича. Ну, выдержал молодец Новак. Он сдался. Ещё один у нас с вами определился полуфиналист, Новак Джокович. Выдохнул. С кем он будет играть или с Бердыхом, или с Эдмонтом, мы через некоторое время узнаем. Так же, как и Новак. Субтитры создавал DimaTorzok.